Я, меня зовут Павел Баженов. Я поздравляю всех с новым, наступившим 2015 годом. Это первая видеолекция в нашей школе в Москве. Школа парикмахерского искусства. Лекция, вот я подумал, что еще с таким названием лекции не было. Время от времени я заводил такие разговоры с кем-то. Потому что мне кажется, любой парикмахер должен понимать, пользуясь красками разных фирм, компаний, имея чуть ли не ежедневно в руках вот штуку под названием парикмахерская палитра, ну, красок, он должен задаться вопросом, а кто же и как создает эти палитры? Каким образом вот те оттенки, которые здесь представлены, они вообще сюда попали? Почему именно эти? Почему бывают ситуации, когда был какой-то оттенок, и он вроде бы вам нравился, вашим клиентам нравился, потом чих-пых, что-то произошло, и в этой компании... Ну, чих-пых, слово такое. Вот. И в этой компании почему-то перестали производить этот оттенок. И какие-то парикмахеры ходят, говорят, вот, жалко, был такой хороший цвет, они идут к технологам, говорят, почему вы перестали его производить? И так далее. Вот давайте разберем эту ситуацию. Ну, пусть на доске нарисовано, мы хотите потом разыграем эту всю ситуацию. Первый вопрос. Обращаюсь вот к аудитории, здесь сидят наши ученики, и к вам тоже, кто сейчас это смотрит и слушает. Кто категории граждан, которые принимают... Первое, как вы думаете, кто? Кто? Клиенты. Клиенты. Так, ладно. Давай так. Играет роль, это все-таки одна тема, а вот реально принимает участие в создании, это как бы другая тема. Да, парикмахер. Ну, давайте запишем, ладно, клиент. Это мы тогда запишем все категории, которые вообще пользуются краской, а потом рассмотрим, кто же из них принимает и какое именно участие в создании парикмахерской палитры. Итак, есть клиенты, есть парикмахеры, ну, скажем, колористы, да? Так, кто еще есть? Технологи есть. Технологи компаний, да, технолог. Но технолог, давайте скажем, технолог теряет преподаватель, потому что есть еще и другие технологи, это я так на будущее подсказываю. Кто еще есть? Производственники какие-нибудь. Вот производственный технолог, скажем так, технолог на производстве. Технолог-инженер, что ли? Технолог-лаборант, который сидит на заводе в лаборатории. Вот, химик, да. Лаборант, лаборант-химик. Так. Социологи какие-нибудь. Этот, давайте скажем, сидит в студии. В студии, там, в красивом, да, около всяких моечек, около, да, а этот сидит там на заводе, в лаборатории, ходит в белом халате. Вот там. Так, кто еще? Социологи. Социологи. Экономисты различные. Ну, экономисты, да, не будем. Давайте, хотя бы, это уж так, другое. В зависимости от модных тенденций выбираются цвета. Ну, это кто? Смотри, ты мне сейчас на другой вопрос отвечаешь. Я тебе задаю вопрос, кто создает, а ты говоришь, в зависимости от модных тенденций выбираются цвета. А ты имеешь в мейтеры какие-нибудь. Он принимает участие. Вот как назвать такого человека? Колорист, дизайнер. Вот смотри, парикмахер, колорист, то есть мы еще отдельно какого-то колориста, да, запишем. Или парикмахер, колорист, тире, дизайнер. Или как это сказать? Можно тире, дизайнер. Ну, давайте сюда, да, запишем. Так. Все. Ну, давайте еще один появится, я вам потом расскажу, кто это. Итак, и как вы себе видите, вот все эти люди взаимодействуют, чтобы получилась вот такая палитра? Да, клиенты отвечают за востребованность. Да, потому что появляется вот такая палитра какая-нибудь, клиенту мастер ее дает, клиент смотрит, смотрит и говорит, что это все цвета какие-то. Вот я в другую фирму ходил, ну, там, в другой салон, там, на другой палитре, там вообще супер такие цвета. И этот парикмахер что потом делает? Он, парикмахер, услышал это, да, ну, мы сейчас утрируем ситуацию, да, но примерно так. Он идет к технологу, преподавателю студии и говорит, ты знаешь, ты меня, конечно, научил красить все эти цвета, но никто не хочет их красить. Тогда преподаватель, технолог эту информацию передает кому? Ну, в какой-то, скажем, отдел, есть еще все-таки отдел продаж, может быть, да, этой фирмы, этой компании. Да, давайте сюда запишем. Отдел продаж. И говорит, вот что-то, что те оттенки, которые вы создали, они недостаточно востребованы, надо бы создать другие оттенки. Отлично. И с этого момента начинается работа над созданием, вот, действительно, нужной для потребителя палитры. Ну, давайте теперь клиента, ну, как бы так, выведем, вот, пока за поле нашего внимания, потому что, что тогда начинает происходить? Вот, в компании руководство, отдел продаж, на которого давит кто, кстати? Руководитель компании, который хочет прибыли, он говорит, что прибыли-то мало? Давайте-ка создайте палитру такую, чтобы все вот цвета, как пирожки горячие, расхватали клиенты. И отдел продаж, ну, и там, вместе с техническим отделом, кого они собирают, чтобы произошла, ну, появилась эта палитра. Кого они собирают в одно помещение, скажем так? С моделями. Сейчас про модели тоже, давайте запишем модели вот сюда, и потом поймем, на каком этапе они появляются. Смотрите, всегда есть, в паре работают две категории людей. Это технологи, колористы, вот преподаватели, они же парикмахеры, колористы, дизайнеры, ну, те, кто работают в компании. И вот эти технологи, лаборанты-химики. Что делают технологи, лаборанты-химики? Они знают по своим химическим всяким там смесям, составам, что, ну, примерно из чего состоит коричневый, примерно из чего стоит красный, примерно из чего состоит медный. Да, они все это изучали, все это они знают. Но им надо создать не просто абы какой-то коричневый, не просто абы какой-то медный, а им надо создать красивый медный, красивый коричневый. Как это происходит? Происходит это следующим образом. Лаборанты, технологи, химики берут много-много-много баночек. Например, начинают они создавать коричневый оттенок на уровне седьмёрки. Вот, задача создать семь коричневый, уровень семёрки. Они берут много-много баночек, я уверяю вас, это может быть штук десять. И в каждую из этих баночек добавляют свой рецепт вот этой краски 7-7. Потому что это мы сейчас видим одну краску с цифрой 7-7. Но на самом деле она могла бы быть близкая, но чуть-чуть другая. Она бы могла быть почти такая же, но несколько там более холодная или несколько более медная. И вот они берут под каждую эту баночку, составляя здесь, например, содержание красного, содержание жёлтого, содержание синего пигмента. Ну, у них свои, конечно, там есть цифры. Это, например, там 20%, это там 25%, это там 45%. Ну, может, ещё там какого-то. Пишут здесь, пишут, ну, образец там номер один. Образец номер два. У них другие проценты. Образец номер три. У них такие. И в каждую из этих баночек, из этих красок, с каждым видом процента, они варят у себя в лаборатории. Потом они берут эти получившиеся опытные образцы, только лишь одной краски, одной цифры, и прокрашивают какие-то пряди, пока ещё не модели. Пока ещё они, ну, там, даже волосы, по-моему, не натуральные, человеческие берутся, а волосы то ли яка, то ли там какой-то там ламы. То есть, есть какие-то вот волосы, которые наиболее используются вот в их лабораториях. Но это натуральные пряди, но не человеческие. Ну, может, у кого-то человеческие. Вот. Они берут эти эталонные образцы, и по инструкции все одинаково их прокрашивают. И у них получается 10 вариантов краски 777. Они их там привешивают все, либо на стену, либо так раскладывают. И дальше кто приходит? Приходят вот эти ребятки. Парикмахеры, колористы, дизайнеры, технологи, преподаватели. Ну, то есть, творческая команда, креативная. И они вот так вот ходят около этих образцов, или они на стенке висят. Они вот так вот ходят и голосуют. И, например, говорят, вот мне кажется, что пусть 777 будет вот вариант номер 3. Другой говорит, нет, 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 мне кажется, нет, он не будет востребован. Может быть, здесь психологи, может быть, социологи тоже как-то принимают участие, но с дизайнерским взглядом на вещи. И вот таким образом, путем вот такого обсуждения совместного голосования, из вот этих 10 возможных оттенков краски 777 выбирается какой-то один, и его рецепт потом уже масштабируется, идет в массовое производство, но только в лаборатории там в граммниках все вешали, а на производстве там все килограммами, может быть, ну, тоннами, вряд ли, но в котел заправляется уже ведрами, короче, туда. И таким образом, когда они сварили эту в большом объеме краску, опять собирается комиссия, и они сравнивают тот вот из большого котла, который результат получился, похож он вот на тот цвет котла, ну, похож. Тогда они говорят, да, все, поехали, закрепляем эту рецептуру за цветом 777. И таким образом он получается в палитре. И я вас уверяю, так происходит по каждому цвету, который мы здесь видим. Ну, например, вы же знаете, что натуральные оттенки, они могут быть в разных палитрах, немножко разные. Где-то натуральные, скажем так, похолоднее, где-то натуральные, скажем так, потеплее. Почему это происходит? Потому что компания, вот конкретно компания, например, Вэлла, она считает, что их натуральные оттенки, почему-то их вот этот творческий коллектив, они решили, что их натуральные оттенки должны быть вот, ну, несколько там холодноватые. А вот, например, компания Лонго решила, что их оттенки должны быть там несколько теплые. Я сейчас для примера говорю. Понимаете, как все это происходит? И затем опять пошел большой круг. То есть это маленький круг, вот который взаимодействует. А затем, когда это попадает в палитру, и потом это попадает на клиента, идет уже отзыв клиента, отзыв мастера идет. Вот они говорят, что раньше у вас коричневые оттенки были лучше, ну, или хуже, а сейчас мы вообще стали хорошим. Вот как это все происходит. Кстати, по поводу моделей, потом, конечно, после того, как они приняли решение, может открашиваться и на каких-то моделях. Но все-таки изначально это на каких-то образцах волос. Это у нас проверяет пожарную сигнализацию, все хорошо, бежать никуда не надо. Все, вопросы есть по этой теме. Каким образом цвет попадает в палитру, и кто принимает участие в ее. Конечно, еще, я сказал, отдельный товарищ, который появится, это руководитель компании, который, ну, тоже смотрит и как бы принимает решение, что, ну, в общем, я доверяю этим людям, да, пусть они решают, но если что, они потом и ответят. Если этот цвет не будет популярный, то они, конечно, могут ответить вот своей должностью, не знаю, своей зарплатой за то, что не тот цвет выбрали. Вот такая тема. Надеюсь, она как-то вам поможет с другим сейчас взглядом посмотреть на парикмахерскую палитру и понять там, какой труд за ней стоит, скольких людей. И, ну, вы сами уже будете для себя решать, и ваши клиенты, этот труд, ну, прошел с пользой для вас, или, скажем, нравится ли вам эта палитра, или нравится какая-то другая. Все, спасибо за внимание, приходите в школу Павла Баженова, удачного Нового года вам, друзья!